всем привет это 38 серия наших разборов портфолио сегодня все портфолио на достаточно большие поэтому я покажу вам и по самым популярным изображениям предварительно я посмотрела и уже выписала себе рекомендации для каждого участника этих разборов в первом портфолио мы видим достаточно хорошие простые иллюстрации но когда дело доходит до усложнения то уже есть проблемы с цветом стоном сюжетом то есть в принципе если вы хотите рисовать более сложные иллюстрации то вам стоит больше просматривать top of по конкретно каждой теме например вы хотите рисовать тему денег хотя кстати вот эта иллюстрация достаточно хорошее вы хотите рисовать на тему денег то обязательно просто вводите и просматривайте страниц 5-10 топов на эту тему. Во-первых, можно посмотреть ключевые слова также у каждой иллюстрации, какие там прописаны названия. В целом, найти что-то общее у всех топовых иллюстраций на каждую тему, которую вы будете рисовать, и использовать эти моменты в своих иллюстрациях. Кстати, вот такие вот иллюстрации достаточно у вас неплохие. Что касается паттернов и вот суперпростых таких иллюстраций с надписями, здесь у вас все просто отлично. Поэтому, в принципе, тут есть два варианта. Либо продолжать рисовать простые иллюстрации, как вы уже знаете, они достаточно неплохо продаются на стоках, хотя у вас уже достаточно большое портфолио для того, чтобы о чем-то в целом судить. То есть, какие иллюстрации у вас продаются, какие не продаются. Вам я с большими портфолио могу посоветовать забрать каждую тему в сеты и посмотреть, сколько продаж у вас есть по каждой теме, проанализировать, какой стиль лучше продается, ну и, соответственно, рисовать то, что продается лучше. Скорее всего, это у вас простые иллюстрации. Леттеринг тоже у вас симпатичный. Возможно, стоит выбрать какие-то другие темы, и подумать именно на какие темы вам хотелось бы порисовать, потому что вот такие наборы простенькие, они у вас получаются хорошо, и они достаточно стоковые, и они будут продаваться. Конечно, обратите внимание на название, описание, ключевые слова. Это тоже очень важно. Отличные такие фончики абстрактные. Уверена, что они у вас тоже продаются. Кстати, тема зубов тоже достаточно актуальная, и знаю, что она продается достаточно хорошо. Здесь, судя по всему, наверное, работа из нашего марафона 30 тем, если я не ошибаюсь. А если нет, то значит вы молодец и самостоятельно хорошо выбираете трендовые темы. Если вы хотите рисовать сюжетные иллюстрации, то вам точно стоит больше внимания уделить анатомии и в целом рисованию людей, попрактиковаться, возможно, порисовать, попробовать людей с натуры, либо посмотреть, как изображают людей топовые иллюстраторы, иллюстрации которых сейчас находятся в топе, потому что у вас не очень трендовый стиль изображения людей. Остальное, в принципе, все хорошо. Обратите внимание на регулярность загрузок и, конечно же, на описание и ключевые слова. В принципе, больше замечаний у меня нет. Еще хочу сказать, да, что можете продолжить рисовать такие дудл иллюстрации, простенькие черно-белые иллюстрации, потому что они тоже хорошо продаются. Если они у вас не продаются, они у вас хорошие, то, скорее всего, что-то не так с ключевыми словами. Посмотрите повнимательнее. А так это не трудоемкие иллюстрации, которые достаточно хорошо наполняют портфолио и хорошо достаточно продаются. Да, точно, иллюстрации с нашего марафона 30 тем. Ладно, переходим к следующему портфолио. Мы поговорим о стоковой фотографии. Знаю, что здесь собрались не только те, кто рисует векторную и растровую иллюстрацию, но и те, кто делает фотографии. И сегодня мы углубимся в эту тему. Во-первых, что я хочу сказать. В целом, тенденции в фотографии тоже, как вы могли заметить, идут к минимализму. Сейчас нужно создавать фотографии не только основываясь на этом, но и понимая, какое сейчас время. Фотографии в 2021 году также должны показывать на то, что они были сделаны недавно и отвечают тенденциям нынешнего времени. Сейчас становится все меньше фотографий, сделанных в студии. В принципе, нам это даже на руку, нам, стокерам. Потому что такой контент легко можно создавать дома. Это и новогодние фотографии, и другие темы, те же самые офисные. Они все легко создаются дома. Поэтому, просматривая топы, в принципе, вы практически не найдете таких фотографий, которые вы не сможете сделать в домашней обстановке. Ну, не считая, конечно, фотографий из различных путешествий или там из больницы какой-нибудь. А все остальные темы можно спокойно снимать, не имея практически никакого реквизита, кроме там ноутбука и моделей. Опять же, мы видим, что деталей на фотографиях, которые сейчас актуальны, достаточно мало. Советую вам самим тоже посмотреть фотографии по какому-нибудь запросу. Например, если вы собираетесь фотографировать тему, предположим, медицины, то ввести по запросу медицины и посмотреть фотографии, отсортировать их по релевантности. Или по любой другой теме, в принципе, точно так же. Очень актуально сейчас все то, что можно делать дома. Какие-то домашние занятия, работы из дома и так далее. В принципе, за последний год не сильно что-то поменялось в этом плане. Это уже было актуально и с самого начала карантина, с прошлой весны. Если вы уже были на нашем ниндзя-марафоне, то вы эту тему отлично должны знать. Актуальна также и тема доставки. Ну и, конечно, никуда не деваются праздничные темы. Но, как видите, они уже выглядят совершенно по-другому. Сейчас мы с вами просмотрим несколько страничек топов. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что фотографии изолированных предметов уже не так актуальны, как были раньше. То есть, с такими фотографиями невозможно заработать прям кучу денег. Если, конечно, у вас нет других тем, каких-то в портфолио. Раньше можно было спокойно выехать и зарабатывать там кучу денег, создавая фотографии просто изолированных предметов на белом фоне. Сейчас уже не так. Предлагаю вам самостоятельно посмотреть еще несколько страничек топа и основную информацию мы с вами обсудим в чате. И напишите, пожалуйста, в чате, создаете ли вы фотографии для стоков. Кстати, знаю, что многие создают только иллюстрации и думают, что фотографии испортят их портфолио, что нельзя миксовать в одном портфолио и фотографии, и иллюстрации. На самом деле, это большое заблуждение. Вы спокойно можете в одном портфолио миксовать и векторную иллюстрацию, и растровую иллюстрацию, и фотографии. Напоминаю, что если вы будете фотографировать людей, то обязательно нужно прикреплять релиз модели. Бланк этого релиза и информацию о том, как его заполнять, мы также прикрепим на канале. Вы сможете перечитать эту информацию и задать интересующие вас вопросы в чате. Если у модели не видно лицо или лицо неузнаваемое, например, модель находится в темноте, либо модель просто стоит спиной, то релиз прикреплять не обязательно. Если вы фотографируете детей, то разрешение на продажу этих фотографий вам должны подписывать их родители. Портфолио в нашем сегодняшнем разборе. Здесь мы тоже посмотрим популярные изображения, потому что портфолио достаточно большое. Предварительно я посмотрела это портфолио, и меня очень порадовали черные-белые иллюстрации. Ну и раскрашенные такие иллюстрации тоже. Очень хорошая графика, и в принципе с ней неплохие варианты дизайна здесь сделаны. Очень грамотно подобраны шрифты, цвета. Меня очень-очень порадовало это портфолио. Если у вас какие-то проблемы с продажами, то возможно вам нужно повнимательнее поискать темы, которые будут актуальны для покупателей в таком исполнении, потому что само исполнение очень классное. И да, в дизайнах тоже отлично подобраны шрифты. Обычно чаще всего это проблема у большинства стокеров. Здесь видно, что вы грамотный дизайнер. Вот некоторые иллюстрации не очень хорошо закомпонованы, да, слишком в край. Это мешает воспринимать их лучше, когда есть воздух. Например, как здесь. Здесь в принципе очень неплохо закомпонованы, но почему-то попадаются в портфолио и плохо закомпонованные иллюстрации. В вашем портфолио некоторые цветовые сочетания мне показались не очень актуальными, не очень современными. Например, вот это отлично подходит к Новому году и к трендам 2021 года. Но некоторые иллюстрации выглядят немного устаревшими по цвету. Поэтому обращайте внимание перед тем, как рисовать, на цветовые сочетания топовых иллюстраций по каждой конкретной теме. Например, вот здесь мы видим посыл явный. Hello Summer, да, радость, лето и так далее. Но если мы прищуримся или посмотрим издалека, так что мы не сможем прочитать эту надпись. По цветовому сочетанию мы не воспримем этот посыл. То есть в каждой картинке не только изображенные на ней предметы должны отображать настроение, но и цвета. Это очень-очень важный момент, чтобы атмосфера картинки воспринималась правильно. Очень мне нравится то, как вы делаете дизайн макеты. Думаю, что вам стоит продолжить работать в эту сторону. Также очень хорошие иллюстрации и макеты, которые, как мне кажется, что вам уже можно идти на... Не только на стоках работать, да, но и, например, на обворке брать заказы, если вам это, конечно, нужно, если вам это, конечно, нравится. Брать заказы на дизайн макеты. Уверена, что будет отлично получаться. Очень симпатичные макеты. Я прям порадовалась. На самом деле это большая редкость. Открытки тоже хорошие. Большая редкость найти стоковое портфолио с действительно хорошими макетами. Чаще всего мы видим просто хорошие иллюстрации. Если, конечно, они хорошие, не всегда бывают хорошие. А у вас отличная комбо хорошей иллюстрации и макеты. Актуальные и современные. Советую вам, даже если вы не хотите, например, идти на обворк, брать какие-то заказы, то продолжать в том же духе и делать именно упор на макеты. В принципе, на этом все. Буду переходить к следующему портфолио. Если у вас еще какие-то вопросы остались, вы можете задать их в комментариях. Итак, рассмотрим последнего автора на сегодня. Это Евгения. Здесь мы тоже посмотрим по самым популярным изображениям, потому что портфолио, опять же, достаточно большое. Иллюстрации сами по себе, в принципе, неплохие. Явно видно, что немного не хватает опыта. Да, видно это в более таких сложных иллюстрациях и иллюстрациях с людьми. Если вы хотите рисовать людей, то все-таки вам придется получше изучить этот вопрос, более грамотно подойти к нему. Иллюстрации, такие как наборы каких-то предметов, в принципе, они неплохие. И также в лайн-арте, например, в графике такой, тоже иллюстрации достаточно симпатичные. Единственное, что нужно посмотреть по поводу изображения людей, как бы их лучше так изображать, чтобы они были более актуальными. Мне кажется, многим иллюстрациям не хватает такой ясности, в том числе ясности контура. То есть здесь, если прищуриться, как-то сама иллюстрация, она теряется. И, в принципе, эта проблема есть во многих иллюстрациях. Где-то, например, в паттернах даже не очень понятно, что изображено. А в одиночных иллюстрациях, в принципе, все неплохо. Хотя вот здесь, например, где у вас собрано несколько, опять же, цветов в один цветок, выглядит немного странно. Мне вообще не очень понятно, что это за цветок. Да, если приглядеться, это понятно, что это шиповник. Но если просто листать ленту и остановить взгляд на этой иллюстрации, то придется очень долго вглядываться, чтобы разобрать вообще, что там такое намешано, потому что не хватает воздуха. Немного непонятные какие-то цвета, они как будто бы из разных палитр, из разных цветовых гамм. Поэтому, когда вы рисуете какую-то иллюстрацию, обязательно обратите на это внимание, чтобы сразу издалека в ленте и потенциальный покупатель понимал, как и что вообще там изображено. То есть, например, здесь вот, где есть воздух, здесь понятно. А вот здесь вот, это больше похоже на какой-то клубок издалека. В целом, попробуйте вашим иллюстрациям добавить более четкого контура, потому что здесь они как-то все как будто бы расплываются. То есть, вроде бы смотришь на иллюстрацию, все окей, а с другой стороны, что-то есть такое не выкидает ощущение, что что-то не так. Ну да, вот в таких овощах проблема явно есть с компоновкой, потому что вообще непонятно. Это похоже действительно на какой-то клубок чего-то сами по себе. Может быть, отдельно они неплохи, но закомпонованно это точно должно быть по-другому. Ну и повнимательнее относитесь к подбору цвета для ваших иллюстраций. Где-то цветовая гамма не очень приятная глазу, да. Не очень понятные вообще компоновки паттернов с вот этими вот листиками. Посмотрите топов, побольше топовых иллюстраций. Посмотрите, как там компонуются листики и цветочки, потому что здесь такая же ошибка, как вот в тех вот иллюстрациях. То есть просто непонятно, что изображено именно из-за компоновки. В принципе, темы вы выбираете достаточно актуальные и достаточно разнообразные. Вот замечания есть к изображению людей, чтобы повнимательнее изучить этот вопрос, да, как сейчас выглядит актуальное изображение людей. Они на самом деле выглядят проще даже, чем рисуете вы. Просто нужно уловить элементы стиля, в котором вам нравится рисовать, потому что здесь не очень понятен стиль этих изображений с людьми. Просто посмотреть топы, поанализировать. Вот, ну и внимательнее отнестись к компоновке, потому что вот здесь, например, сами по себе, если начать рассматривать, иллюстрации хорошие, но закомпонован паттерн странный. Это выглядит не как паттерн, а как будто вы просто накидали каких-то вятин непонятных. И вот я останавливаюсь и смотрю, рассматриваю, и говорю, что вот иллюстрация сама по себе хорошая. Но я не ваш потенциальный покупатель. Потенциальный покупатель, он не будет в общей гигантской куче картинок останавливаться. И так, да, действительно, рыбка хорошая, я, наверное, это скачаю, а потом сам перекомпоную. Нет, будет не так. Поэтому обратите внимание на компоновку и на то, чтобы ваша иллюстрация хорошо смотрелась в общей куче других иллюстраций и чтобы она как-то выделялась. В принципе, на этом все. Ну, конечно же, обратите внимание на регулярность загрузок и на ключевые слова. Но основное у вас это стиль, цвет и компоновка, конечно же. Это было последнее портфолио на сегодня. Надеюсь, было полезно и интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите посмотреть другие разборы, ну и отправляйте ваше портфолио на разбор тоже. До новых встреч в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok